Всех приветствую дорогие друзья, давненько не виделись, сейчас сезон, соответственно пойдут снова ваши любимые новости Таиланда. Погнали! Напряжение на границе, Таиланд и Мьянма на грани военного конфликта. Бирманские силы обстреляли тайские рыболовецкие суда вблизи острова Копхайм, что обострило спор о морских границах. 14 декабря в Бангкоке состоится грандиозное событие открытия нового моста Рамы 10. В провинции Сонг-Хла произошло самое сильное наводнение за последние 50 лет, погибло уже 9 человек. Таиланд и США возобновят прямые рейсы. Россиянка пропала без вести на острове Самуи. 24-летнюю российскую туристку накрыла огромной волной и унесла в открытое море, на популярной смотровой площадке. Инцидент произошел на скалистом участке в районе Лаатко. В Паттайе проходит международный фестиваль фейерверков. Уникальное событие, сам несколько раз присутствовал на нем. С 1 декабря на международных рейсах заработает автоматическая система распознавания лиц. Цена на электроэнергию в Таиланде будет снижена до 4,15 бат. Все 94 посольства и консульства Таиланда переходят на электронные визы. Леди Бой ограбили туриста из Швеции. Из Таиланда вновь запустили автобусные маршруты к знаменитым достопримечательствам Камбоджи, закрытые из-за пандемии. Полицейские обнаружили в лесном лагере 12 мумий, которые были нужны для ритуалов черной магии. Российскую пенсионерку задержали при получении посылки с гашишным маслом из Таиланда. В аэропорту Шереметьево была задержана 64-летняя женщина из Подмосковья, которая пришла получить посылку с гашишным маслом, доставленным из Таиланда. Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ о контрабанде наркотических средств крупном размере. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Будьте, пожалуйста, аккуратны и внимательны. Тайская актриса вошла в историю, получив международную премию Эмми. 39 иностранцев сбежали от рабства в Таиланд. Полиция изъяла груз героина и метамфетамина на 100 миллионов бат, которые наркоторговцы спрятали в трех больших статуях Будды. Уже два дня в Таиланде не работают карты UnionPay и Газпромбанка. Из-за неблагоприятных погодных условий на Самуи ограничено передвижение. В Таиланде выявлен первый случай нового заболевания, связанного с вейпингом. Органы здравоохранения опасаются новых случаев, связанных с интенсивным использованием электронных сигарет. Тайская футболистка Алиса Сумбат попала в сборную Франции. В Бангкоке за преследование и домогательство арестовали египтянина. В Паттайе подростки вернули утерянный китайцам кошелек. Два 14-летних мальчика удостоились похвалы за то, что отнесли в полицию кошелек с деньгами и документами, которые нашли в четверг вечером в ведерке со льдом возле Централфестиваль. Трагедия в Лаосе. Пять иностранных туристов погибли в результате массового отравления метанолом в популярном туристическом месте. В Бангкоке задержали вора, который украл из храма знаменитый меч короля Токсина Великого. Вор объяснил кражу старинного королевского меча необходимостью самообороны. 20 ноября в районе пляжа Банг-Сарай было обнаружено тело иностранца. В Таиланде снова подняли цены на бензин. 95-й стоит 35,95 бат, 91-й стоит 35,58 бат. Число иностранных туристов в Таиланде превысило 30 миллионов человек. В Паттайе автомобиль футбольного тренера попал под поезд. Авария произошла на железнодорожном переезде на Сойк-Хао-Талу. В Паттайе пьяный англичанин напал на людей, которые хотели помочь ему добраться домой. Иностранец погиб при падении с четвертого этажа в торговом центре Карат. Пьяный иностранец задержан за нападение на мужа владелицы ресторана в Паттайе. В Паттайе водитель мото-такси Болт ударил россиянку кулаком в лицо после того, как женщина попросила его сбавить скорость. В Паттайе 10-летний бездомный мальчик проник в дом гражданки Австралии и совершил кражу ювелирных украшений на сумму более чем 3 миллиона бат. Представительница Таиланда заняла третье место на конкурсе Мисс Селена 2024. Azur Air запустили прямые чартеры из Уфы в Паттайю. Проезд по двум главным автомагистралям Бангкока во время новогодних праздников будет бесплатным. С целью снижения загруженности дорог с 26 декабря по 2 января на трассах Бангкок, Чумбори и Паттайя и на внешней кольцевой дороге будет действовать бесплатный проезд. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, желаете ли вы снова видеть новости Таиланда. Желаю вам всех благ, хорошего вам вечера.